Всем привет! На канале Вайт Вульф и сегодня мне бы хотелось вам рассказать и показать пару очень простых летних идей для декора комнаты. Приступим к гирлянде. Эта идея очень простая, поскольку для ее выполнения понадобится все, что есть у каждого в доме. Это целлофановые пакеты, нитки и как же без ножниц. Вырезаем из пакета вот такие вот полоски разных цветов. Отрезаем нужный кусок нити, это смотря на сколько длинной вы будете делать гирлянду. Теперь нужно завязать заранее подготовленные полоски целлофана на нашу нить. Завязываем сперва одного и того же цвета. Я выбрала желтый цвет. И таким образом нужно завязать примерно 25 штук полосок. Теперь их нужно одно за другое стянуть вдоль нитки в один цветочек. Продолжение следует... Вот такие два цветочка у меня получились. Если вы видите, что одни лепестки длиннее других, при желании их можно обрезать ножницами. Вот такая вот красивая цветочная гирлянда у нас с вами получилась. Отрезаем два кусочка декоративного скотча, чтобы потом им можно было закрепить на стене нашу гирлянду. Вешаем на стену. На очереди у нас летний рисунок. Он также очень прост в выполнении, поскольку нам для него понадобится картон и гуашевая краски. Рисуем на листе картона форму дольки арбуза. Закрашиваем верхнюю часть, так называемую мякоть, красным цветом. Для этого окрашивания я использую кисточки и специальный спонж для красок. Верхнюю часть кожуры арбуза закрашиваем в салатовый цвет, а саму кожуру в темно-зеленый. Как же без косточек на арбузе? Рисуем черным цветом косточки. Фон делаем белым или бежевым цветом. Теперь рисуем сверху светло-голубым цветом своеобразные потеки и наводим их синей гуашью. Такая вот картина получилась, но кажется, чего-то не хватает. Я знаю, кажется, не хватает надписей. Hello Summer! Делаем надписи и обводим их черным маркером. И картина готова! Вот такой аппетитный арбузик у нас получился. Ставим его к нашей гирлянде. Они отлично смотрятся. Кстати, гирлянду, которую мы с вами сделали, можно использовать на вечеринках в качестве декора. Редактор субтитров А.Ц. Субтитров А.Ц.